Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Итак, вы пистачек с хорошо развитой интуицией и привыкла спрашивать себя как поступить, как правильно получала правильный ответ. Ну, здесь, мне кажется, вы говорите не про интуицию, а про интеллектуализацию, потому что, как поступить в этот вопрос, больше обрисованный именно интеллекту, именно поиску правильного решения. И, когда вы говорите про ответ, который вы получили, тоже, кстати, говорят правильно, это всё-таки больше не про интуицию, поэтому здесь вы или путаете, или немножечко, ну, неверно выразились, вот, а может просто, ну, вот, привыкли так называть. То есть, ни в коем случае не хочу сказать, что вы не правы, но просто хочу обратить ваше внимание на то, что это не совсем про интуицию, не совсем про интуицию, это больше про другое чуть-чуть, не совсем о чём вы говорите, потому что интуиция всё-таки это больше про наитие, это больше про, я бы сказал, что-то не полностью осознаваемое, когда человек не полностью осознаёт какие-то вещи, когда человек не полностью осознаёт, не может объяснить себе, почему он поступает так. И, кроме того, это не про правильный ответ, ну, в большей степени, а это про, наверное, так, как я хочу. То есть, это больше именно про желание, это больше про, ну, порой даже не совсем рациональную историю, поэтому я думаю, что вы здесь не совсем говорите про интуицию. Далее, вы пишите, что я сбилась, спите с путь и ищу одного события, даже не знаю, когда оно точно произойдёт, и произойдёт ли вообще, но, тем не менее, вместо того, чтобы слушать себя, я живу этим событием. Ну, во-первых, важность этого события ни в коем случае нельзя принижать, потому что, если вы события какого-то ждёте, ну, очевидно, для вас оно имеет значение. И, на мой взгляд, очень важно вам увидеть важность этого события, вот, но также увидеть то, что важность этого события не может быть завязана только на этом самом событии. Скорее всего, есть какие-то другие вещи, где важность тоже проявляется, может быть, не в такой форме, но тоже проявляется. Поэтому я бы сказал, что здесь вы не то, чтобы себя не слышите, на мой взгляд, это слишком, ну, слишком такое вот глобальное высказывание, слишком. Мне кажется, что здесь всё-таки больше про то, что вы не замечаете той же важности в других вещах, той же важности вы не видите в каких-то других моментах, вот. А то, что вы сбили спицы, ну, это состояние ощущения, которое может проявляться, например, в том, что вы не можете, например, сейчас подобрать привычный паттерн поведения. То есть, какой-то паттерн поведения у вас был, вот, но сейчас требуется, вероятно, немножко другой поведенческий паттерн, немножко другая поведенческая модель, а к ней вы оказались не готовы. Кроме того, я бы обратил ваше внимание здесь на то, что, очевидно, для вас это событие является важным ещё и потому, что помимо него, другой важности, важности других вещей вы не ощущаете. То есть, почему-то это событие стало лидером по важности. И если какое-то событие становится лидером по важности, то, естественно, вы на нём фиксируетесь. Вряд ли может быть здесь как-то иначе. Поэтому, то, что вы не уделяете внимания другим важным вещам, или, может быть, то, что вам другие вещи не особо-то и важны, может быть, может быть, может быть, либо на данный момент не важны, либо вообще не важны, ну, лично я склоняюсь к тому, что, что на данный момент, да, не важно, то есть вы как-то вот упустили, упустили то, что вот другие вещи в вашей жизни тоже могут быть важными. Вот, как это получилось, каким образом это произошло, естественно, я сейчас не скажу, естественно, я сейчас не знаю, вот, но, на мой взгляд, это нужно обязательно выявить и выяснить, потому что потери важности, вот, ну, вот, как вот это происходит у вас, ну, вот, не есть что-то хорошее, не есть что-то полезное для вас. Я бы даже, может быть, сказал бы, что в этом есть некоторая такая тревожащая концепция, тревожащая новость, потому что каким-то образом вы внезапно отказались от всего, что вам было важно ради вот этого события, который вы не знаете, что, может быть, произойдет оно, а может быть и нет. Вот, так что, я надеюсь, что вот именно такой вектор вам окажется ближе. Дальше, как вернуть эту веру в правильность своих ощущений, как слушать себя и надо ли? Ну, я бы сказал, что надо бы или нет это, конечно, решать вам, но, на мой взгляд, когда человек себя слышит, он чувствует жизнь гораздо полнее нечего, чем, когда он этого не делает. Поэтому, слышать себя, конечно, стоит в том случае, если вы хотели бы проживать свою жизнь более полной и хотели бы получать больше наслаждения от нее. Но это никак не такая форма, которую вы описали. Существует ли внутренний голос или вся эта ерунда? Ну, внутренние голоса существуют. Правда, скорее всего, не в том контексте, в каком вы думаете про них, скорее всего. Внутренние голоса звучат в виде привычных фраз, которые вы слышали от значимых для вас людей. Например, родителей, например, друзей, например, кого-то еще. Вот. И, соответственно, так это, как правило, происходит. Поэтому в этом смысле внутренний голос, внутренний голос, конечно, есть. Но, повторюсь, весьма специфично у внутреннего голоса может быть природа. Не всегда внутренний голос является тем, чем, допустим, вы привыкли его видеть, чем вы привыкли, как вы привыкли его замечать и так далее. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, нужно обязательно проводить такую вот параллель. Вот. Я понимаю, в целом, как вы себя чувствуете. Я понимаю, в целом, что вы чувствуете некоторую вот потерянность. Я понимаю, в принципе, что вы чувствуете некоторое незнание, как вам вести себя дальше. Но мне кажется, что это не про поиск правильного ответа больше. А мне кажется, что это больше про невнимательность к тому, что вам важно, невнимательность к тому, что вам ценно. Или привычное ограничение. Привычное ограничение. Этого, вот, и сведение этого в определенные, я бы сказал, привычные рамки в определенную привычную форму. Вот. Которые не всегда, конечно же, соответствуют реальному положению вещей. То есть это как-то должно, наверное, отражать суть того, что с вами происходит. Но, судя по описанию вашему, если я отражаю, то вот, ну, очевидно, частично. Вот. Как-то так. Я бы здесь вам ответил бы на вопрос, который вы задаете. Таким образом, мне кажется, что, пока что, мне кажется, что не совсем то, о чем вы говорите, является интуицией. Мне кажется, что то, о чем вы говорите, больше является попыткой объяснить себе какие-то действия, объяснить себе какие-то решения. Вот. Попытка поступать правильно, но если вы вот в всем ловушка, если вы привыкли поступать правильно, именно привыкли поступать правильно, а сталкиваетесь в своем опыте с тем, что правильных решений нет, да, то есть нет никакого решения, которое однозначно можно было бы назвать правильным, то возникает, собственно, такая вот диссоциация и потеряность. Вполне вероятно, что вы фиксируетесь на этом событии, не потому что оно для вас так важно, а потому что по поводу этого события вы не можете, не можете, не можете, ну, вот, привычное, правильное решение принять. И вот вы на нем фиксируетесь именно потому что этого решения как бы вы найти не можете, а пытаетесь. Вот. И вам важно, чтобы эта ситуация разрешилась, чтобы вы таки наконец это решение правильно нашли. и тогда вы можете двигаться дальше. Мне кажется, что, может быть, вам как раз таки сложно признать, что, ну, что таких решений в принципе не существует на постоянной основе. То есть не существует решений стопроцентных правильных, вот чтобы вы могли, ну, как-то поступить и с уверенностью сказать, что да, я поступила правильно. То есть это все вот, ну, к какой-то степени до поры до времени. Вот. А потом просто вот вы сталкиваетесь с такой вот проблематикой, сталкиваетесь с такими трудностями, когда полимеры, когда нет четкости. И если вы в этой четкости теряетесь, то, к сожалению, интуиция у вас, я боюсь, разве-то совсем не так, как вы, может быть, хотели думать. Это не страшно, мы все, в общем-то, ошибаемся, вот, все мы часто думаем о себе лучше, чем мы есть на самом деле. И нам сложно, может быть, может быть, замечать, что на самом деле мы немножко, ну, не такие, как мы о себе думали. Вот. Это нормально, абсолютно. Вот. Ну, просто вам, вот, может быть, нужна помощь в том, чтобы научиться себя как-то чувствовать лучше в этом аспекте, в этих моментах. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.